Привет всем, на связи ваш любимый геймдизайнер Андре Сиэль и восьмой дэвлог разработки игры в одиночку. И начнем с отступления, ведь вы задаетесь вопросом, что происходит? Что это за великолепный ИИ озвучил твое новое видео? Но не в этот раз, друзья, ведь я принял все ваши отзывы по поводу ИИ голоса и наконец решился тратить на озвучку больше времени, но делать ее самостоятельно. И кстати, напишите в комментарии, как вам стало лучше, хуже, а что-то вообще изменилось. Ладно, продолжим. И теперь мы удачно переплываем к теме иного голоса, а именно его распознавания с помощью нейросети. Ведь на днях я добавил в тестовый проект распознавание голоса от OpenAI и он работает ну прям потрясающе. По моим замерам еще со старым микрофоном, некачественным, он распознавал ну процентов 90 голоса и прекрасно переводил его в стринг. Что делать с этим дальше? Ну, рождаются килотонны классных идей и очень жаль, что по специфике Авасаги эту механику пока что некуда запихнуть. Ну, поэтому у меня есть тестовый проект, в нем я также разбираю всякие мелочи, такие как действия от первого лица, клиент серверный мультиплеер. Да-да, я не оставляю попыток его осознать, он вроде мне должен понадобиться в будущем. Короче, устроил себе, если можно так назвать, небольшой отпуск от Авасаги, чтобы поразбираться в чем-нибудь новеньком. В то же время, выпустил шорт с таймлапс, с моим путем от первого открытия Unreal Engine 5 в конце 22 года и до сегодняшнего дня. Посмотрите, если не видели, где-то должна была всплыть подсказочкой. На ютуб и монтаж видео уходит больше времени, чем мне хотелось бы, но чат GPT мне четко сказал, я должен это делать, вот и приходится чем-то жертвовать. В самой Авасаги сейчас дорабатываю иерархию эффектов и статусов, которые накладываются от талантов и умений, ну типа пассивные, постоянные или временные состояния, как отравление, замедление, подобные бафы-дебафы. Это все вроде звучит просто, но на деле все переплетается между собой и превращается в какой-то сумасшедший снежный ком кода, который проблематично даже осознавать. Я уже не говорю, что происходит, когда где-то всплывает ошибка или где-то что-то придется вклинить. Также начал добавлять новых противников, уже добавил и подбил анимации парочки гоблинов, они удачно достались мне по раздаче с ассет стора. Еще на подходе нежить, пауки и всякое зверье, короче говоря, занимаюсь заполнением контента. И тут сразу можно пробежаться по планам, нужно плотно заняться моделингом в ближайшее время, сделать модели для некоторых НПЦ, для противников гуманоидов, еще куча моделей оружия и всяких мелочей. Хотя я все надеюсь, что генерировать хотя бы пропсы начнут нейросети, но пока они только могут помочь раскрасить или задать форму под переделку, в принципе тоже неплохо, но пока все-таки не идеально. Время тут конечно на моей стороне, уже чуть ли не раз в неделю выходят новые нейронки, которые все больше и больше могут облегчить мне жизнь, это здорово. Ну и кстати, меня подбивают попробоваться в стриминге, и я думаю мы могли бы устраивать периодически блендер эфиры с моделингом и онлайн общением, так что буду пробовать после 100 подписчиков на ютюбе, если вдруг интересно подписывайтесь, еще у меня есть телеграм, в который я поищу в целом больше контента, не только видео. А также бусте, если кто-то хочет стать героем поддержки и раньше всех пощупать альфу. Ссылки на медиа в описании к этому видео. Такой вот получился проходной девложек, ничего глобального, все идет своим чередом. И тут я больше даже хотел именно потестировать звук, обрести голос. Спасибо за внимание, оставайтесь позитивными и до следующей связи.